Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики канала Про Цветок. В этом видео с вами я, Пашкевич Анна, и мы обсуждаем такую тему, как подкормки перца сладкого в середине лета. И в конце видео я показываю три, на мой взгляд, удачных образца перца, которые уже к середине лета показывают устойчивый, хороший урожай в моей теплице. Наверняка у вас, как у всех ответственных овощеводов, перец уже начал вовсю плодоносить, и более ранние сорта пошли на второй этап цветения, а первый урожай вы уже сняли. И именно в минуты сбора урожая необходимо внимательно осматривать и кусты, и плоды, чтобы сформировать понимание о том, что не хватает перцу именно на сегодняшний день. Если мы говорим про раннеспелые сорта перца, которые уже отдали первую волну урожая, сейчас они обильно цветут и только начинают завязывать вторую волну урожая, то, конечно, необходимо помочь им одновременно и азотными, и калийными подкормками. Как часто проводить азотные и калийные подкормки подскажут сами растения. В среднем они должны проводиться нами не реже одного раза в 8-10 дней. Если же мы говорим о перце, который интенсивно плодоносит в фазе технической спелости, который находится, то необходимо понимать, что само растение, куст, оно растет. Но вместе с этим все питательные компоненты, которые им усваиваются, идут на плодообразование, на вызревание плодов. И именно в фазе технической спелости растения перца как никогда нуждаются в большом количестве и калия, и кальция. Поэтому мы здесь чередуем калийные и кальцевые подкормки. В качестве источника калия можно использовать, например, сульфат калия, в котором содержание данного элемента будет порядка 50%. Также подойдет монофосфат калия, в котором содержание калия немного ниже и приходится в районе 30%. Если же у вас почвы более плотные, не структурированные, вы в первый год ведете овощеводство перца, то тогда необходимо помимо минеральных калийных подкормок прибегать к органическим формам калия. Например, хорошим вариантом будут являться различные зеленые удобрения, а также гумат калия, в котором содержание данного элемента может быть до 12%. Как я уже говорила, наряду с калием крайне важен и необходим перцу в фазе технической спелости такой элемент, как кальций. Первые признаки кальцевого голодания или недостачи будут являться вот такие пятна, которые впоследствии будут разрастаться и полностью снижать качество урожая до его потери. Эти пятна не что иное, как первичные признаки проявления вершинной гнили. Данное заболевание не инфекционное, оно является причиной недостатка кальция. К сожалению, кальция тот элемент, который будет при корневых подкормках на протяжении последующих 2-2,5, а то и 3 недель, в зависимости от температуры почвенного раствора, поступать к нашим плодам. Поэтому, когда мы замечаем первые признаки кальцевого голодания на растениях, лучше все-таки прибегать к листовым подкормкам или, как мы их любим называть, внекорневым. В качестве источника кальция органического можно использовать костную муку. Для этого предлагаю сделать следующий раствор. Берем 50 грамм костной муки, заливаем 1 литром кипятка, настаиваем данное вещество на протяжении 4-5 дней, затем процеживаем. Этого содержимого достаточно будет для растворения в 20 литрах воды. И после того, как мы получили уже готовый рабочий раствор 20-литровый, то его будет достаточно для того, чтобы интенсивно обработать по листу порядка 40-50 растений, в том числе. Его остатки можно будет внести также и под корень, лишним не будет. Именно такая листовая подкормка, достаточно провести ее за сезон один раз, снимет все проблемы с недостатком кальция во время плодообразования. И в конце видео, как я уже говорила, озвучиваю три, на мой взгляд, наиболее удачных образца перца, которые на сегодняшний день хорошо себя зарекомендовали в моей теплице. В первую очередь, хотелось бы отметить сорт коллекционный, называется Джимми Норделла. Он относится к категории острых перцев. Что поразило меня в этом коллекционном перце? Джимми Норделла, он крайне устойчив к различным неблагоприятным перепадам. В моей теплице он растет у самого начала, у входа. Не всегда я закрывала двери, не всегда были закрыты форточки, были перепады дневных и ночных температур. Но перец, несмотря на это, выстоял, завязал обильное количество плодов. И сейчас они постепенно созревают и также радуют меня своим привлекательным эстетическим видом. Поэтому рекомендую для коллекционеров приобрести такой сорт, как Джимми Норделла. Второй сорт, о котором бы хотелось рассказать, это сорт известного селекционера Любови Мязина, называется Айвар. Особенностью данного перца является то, что он меняет окраску с темно-фиолетовый на насыщенно-вишневый. Также он равномерно завязывал плоды и сейчас равномерно созревает. И третий сорт, сейчас он уже дает вторую волну урожая. Это сорт раннеспелый, сорт селекционной компании Поиск. Называется жаворонок. Плоды завязываются в большом количестве. К сожалению, жаворонок не всегда устойчив к перепадам температур и к другим неблагоприятным условиям. Он периодически сбрасывает зависть, дозируя свою нагрузку плодовую на кусте. Но вместе с этим устойчивое плодоношение, равномерное созревание. Окраска меняется от светло-желтой до такой ярко-красной. Ну и хотелось бы сказать о перце, который я держу в руках в качестве экспериментального образца, чтобы вам показать вершинную гниль. Это сорт, точнее гибрид голландской селекции, называется Джемини. Достаточно распространенный. Сейчас он у меня вырос достаточно больших размеров. Зеленая краска. Но будем надеяться на то, что все-таки хватит данному растению сил и возможности изменить окраску до насыщенной оранжевой, которая заявлена производителем в качестве стандартных гибридных характеристик. Надеюсь, что это видео для вас было информативным. Вы снимите с помощью его все вопросы по подкормке перца. Оставайтесь на канале про цветок. Не забывайте про подписки и лайки. До новых встреч!